АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Сам-то я почитаю, уж двадцать лет тут живу. Как обженился, так и остался. Так что все округу хорошо знаю. Вон там, за просекой. Уверен? Да точно там. Говорю ж тебе, ребятишки с хутора пошли на рыбалку и увидели этот ихний самолет-то, а с него два парашютиста. Ну как грибы белые, разве перепутаешь с чем? Тебе, отец, на маслобоне надо работать. Это почему, уж позволь спросить? Гладко стелишь, сразу на диверсантов замахнулся. Я ж, мил человек, не за ордена и не за деньги, за землю нашу. Тихо. Тихо. Оставайся здесь. За мной. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Документы, пожалуйста, предъявите. Тихо. Документы сейчас. Это можно. Пожалуйста. Вы не из Весняных, случайно, идете? Да нет. Из Погорелок. Мы в район с лекарствами. Жена слегла, хозяйство стало. А что, случилось чего? А то мы спешим. Переживаешь, небось, за мамку-то? Угу. Товарищи, у нас времени мало. Ее лихорадка мучает ради Христа. Понимаю. Сами спешим, но мы в Погорелке там ведь мост ночью сожгли, а на мельнице мука для отправки на фронт. Не знаете, мельница-то в порядке? Не знаю. Мы на окраине хутора. Ну что, сынок, пойдем. Бог в помощь, товарищи. Ну, а папку-то твоего как звать? Дяденька, спасибо. Но я не его сын. И не с Погорелок. Я скутера. Он хотел, чтобы ее в станции вывел. С ним еще один был. Он где-то в лесу. Понятно, парень. Связать. Есть. Шарфелит Коехана я это насчет того то сразу смекнул погорел как то нет ни моста не мельницы чужак значит а это здоровый кабан ой поломал бы у вас вовремя ты отец спасибо тебе ты замыслобонь у меня извини с тобой ведь оказывается в разведку можно ладно чего там если надо завсегда ну что это второй значит всех поймали и и и и и и и и и знаю черти куда копытом бить смотри мост про склад и станция фронт от тыла хотят отрезать да на этой ветке военные эшелоны как пироги на сковородке успевай переворачивать если рвануть полетят наши головы так ведь товарищ комиссар ты разгин за свою голову переживаешь или за нашу страну за родину конечно оно и видно а другие групп сведения поступали пока нет оперативников разослали по всему району ждем как вы считаете убийство пантелеева и высадка диверсантов это звенья одной цепи или это совпадение на войне все случайности закономерно пошлю гаримова пусть порой это у него нюх на этих паразитов кстати о закономерности вам мат повязка тебе не поможет если ты не будешь меня слушать вывих плечевого сустава дело серьезное может уложить тебя в палату в приказном порядке на недельку товарищ капитан шутишь а что пойду к твом начальству так и доложу капитан галимов тяжело травмирован требуется постельный режим вот тогда то ты меня и научишь стрелять обещал же бегаешь вечно по своим лесам заглянул бы спросил как дела вот вылечишь меня обязательно загляну и спрошу тебя как дела а ты спроси авансом а у меня все по факту ой все если ты закончила мне пора мне еще отчет надо писать саша приходи ко мне сегодня ночью я одна на дежурстве разгин мне бутылочку вина подарил разгин чё это он тебе вино дарит саша так ты придешь ну ты же мертвого говоришь все мне пора спасибо за помощь смотри-ка а герой дай я тебе помогу ты сейчас второе плечо вывихнешь вот здравия желаю здравия желаю товарищ комиссар госбезопасности надымил тут туши свою коптилку дышать нечем вот саша спасибо за работу паршютисты уже дают показания но у нас еще одно ЧП во взводе охрана моста убит наш сотрудник Леша Пантелеев дела да у них там с роду ничего не случалось ну видишь случилось ножом болерный нехорошая цепочка проявляется сначала это высадка а теперь убийство отправляйся туда немедленно помощника я тебе дам я же знайте товарищ генерал я привык один работать без возражений она будет вести протоколы расследования она это что женщина а тебя удивляет это слово спасибо скажи будет с кем нежным словечком перемолвиться она сейчас столовая перекусит с дороги и к тебе младшая лейтенант Липинская любовь Андреевна я с ней сорок первым работал у нее еще сын тогда под бомбежкой погиб а теперь еще и муж прошу внимания это линия фронта это мы других путей для эшелонов кроме этих железнодорожных путей нет мост и станция это сердце и наша задача не дать врагу провести операцию по их уничтожению копни там поглубже думаете крот возможно что она понял разрешите идти иди Саша орел кровь из носа всю информацию мне каждые два часа на стол есть дай закурить а как же коптилка да не изви это майор да папирос прошу бегом марш все до все на праву к месту занятий бегом марш институт Поехали! Все, все, все. Отлично, Пашкова. Все сюда! В чем ваша ошибка? У вас в руках оружие, а в башке пусто. Так не пойдет. Оружие — продолжение не только вашего тела, но и мысли. А на это Мозгов пока не хватает. А вот у Пашковой сработало. У нее в грудях локаторы. Она ими кого хошь запеленгует. Смирно! Вольно. На учебную площадку шагом марш. А это компотик яблочный. Очень вкусный. Будете? Супай. Нет, яблочи настоящие. Мы их у местных закупаем. Они их мешками тащат. У них от этого добра сады ломятся. А хлебушка по несколько месяцев не видят. Так что мы им хлебушек, они нам яблочки, а мы вам компотик. Выгодная сделка. Я попробую. На здоровье. Ну что, Любовь Андреевна, как вам наши харчи? Получше, чем в сорок первом, правда? Товарищ капитан, младший лейтенант Липинская в ваше распоряжение прибыла. Да брось ты, Люб. Здравствуй, старая знакомая. Не такая уж и старая. Вместе будем работать. Какими судьбами к нам занесло? А у нас судьба одна. Родина приказала. Младший лейтенант Липинская выполнила. А ты на Родину все не сваливай. Должна быть собственная инициатива. Без этого никак. Ну что ж, не буду мешать. Да и да, я тебя подожду на улице. Я быстро. Проезжайте. Липинская. Что? Липинская, Любовь Андреевна. Красивая женщина. Начальство решило, что Галимову нужен помощник. Работать мать мущая. Будут работать вместе. Днем и ночью. Марьяночка, я после отбоя к вам зайду. Зачем? Марьяночка, ну перестаньте. Вы не нужны вашему Петрарке. Он у нас трудоголик. Круглосуточно арбайтен. Ловит шпионов. Это вам, трофейные. Опять со склада? Разведчики своих секретов не раскрывают. Ну так как? А никак. Виктор Валерьяныч, у вас есть травмы, вам нужна моя медицинская помощь. Я тоже очень арбайтен. И шоколад свой заберите. Простите, конечно, если обидел, но шоколад-то тут при чем? Правильно. Шоколад ни при чем. Вставай. Эй! Присаживайся. Что будешь? Водку или коньяк? Коньяк. Как группа. Как группа. Сброд. Сейчас приходится довольствоваться и этим. А ты кем себя считаешь? Да. Ты за Россию. Идея эта очень хорошо, Савельянов. Но твои предки продали свою родину. И теперь побираются по всей Европе, рассказывая басни о своем царе, о великой России. Коммунисты. Вот настоящая сила. Ее-то мы и должны сломить. Вы назад в ту страну не вернетесь. Германия. Вот нация будущего. Я сомневаюсь. В Кузьминке и в калятках. Уголовники люди ненадежные. А я сомневаюсь во всех. И даже в тебе. Учти это. Считаешь себя выше этой шайки? Вот. Это инструкция. Разрешите идти? Иди. Иди. Подожди. Я сомню твою преданность. Но учти. Гордыня к добру не приведет. От своих же и получишь нож в спину. Иди. 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 Распишите до сих пор. При каких обстоятельствах? Виноват, товарищ капитан. Но я его ещё живым застал. То есть на последнем дыхании. Я к нему, а он вавля-валя и помер. Валя? Валя. Это жена в Абакане проживает. С детьми. Кухонный ваш? Ну это трудно сказать. Надо ревизию делать. Ну так сделайте ревизию, класс «Алмаз». Расшидите идти. Идите. Слышите. Боец. Слушаю, товарищ капитан. Принеси просто, не накрой тело. Есть. Думаешь, кто-то из своих? Сначала надо выяснить, за что. Мой сотрудник работал под прикрытием. Очень хороший парень. Я в такие совпадения не верю. Я тоже не верю. Слышите. Сгорело начисто. Местные Любы не станут жечь. Костер у моста охрана увидит. Пацаны обычно картошку пекут. Шелухи нет, зато агарков от бумаги достаточно. В попыхах жёг. Непрофессионал. Ветер с самого утра гуляет. Что это? Ветер. Спасибо, дружок. Ицкий Алекс. Что ты об этом думаешь? Кто-то сжёг эти бумаги, стараясь что-то скрыть. Не досмотрел немного, спешил. А вот у нас времени достаточно. Пойдём-ка к Козыреву заглянем, проверим личный состав. Галицкий Александр Петрович. Галицкий. Извините, товарищ капитан. Синицкий. Александр Григорьевич. Кореницкий. Алексей Валерьянович. Есть такие. Отличные ребята. Можно поговорить с этими отличными ребятами? Я имел в виду, что без нарисаний. Всех троих звать? Да, только по очереди. Дежурный, Галицкого, Креницкого и Синицкого, ко мне срочно. Давай. Сейчас придут. Может, чаю хотите? Или насчёт обеда надумали. Картошечка с маслом. Ну и всё такое. Вы, Козырев, никогда не дослужитесь до капитана. У вас подразделение убийства, а вы о еде. Ну а как же? С дорожки и не подзаправиться. Непорядок. Знаете, товарищ капитан, мы хоть и на войне, а закон гостеприимства никто не отменял. А вы хвостом не крутите? Вас, между прочим, из списка никто не вычеркивал. Из какого списка? Товарищ капитан, я же вам только помогаю. Вот. Ты чё не спишь? Ага. Ага. Это же Вальд. Ты что, с ума сошёл? Найдут этот блокнот, нас вместе с блокнотом вздёрнут. А может и не найдут. Этот блокнот нам ещё жизнь спасёт, если дело выгорит. Дай сюда. Это… Ты же нам смертный приговор рисуешь. Ты это понимаешь или нет? Страшно. Страшно. Страшно, Коля. Страшно. Эти же упыри расстреляют и фамилии не спросят. Ну, значит, расстреляют. А не эти, так те. Ты что, передумал? Коль, ну… Ну, мы же не предатели. Мы же к своим хотим вернуться. В конце концов, ну, там же тоже не дураки сидят. Ну, должны же понимать, я кровь проливал на фронтах. А я, Гриша, в плен. Без сознания попал. Очнулся в лагере уже. А сюда я по доброй воле пошёл. Думаешь, забудут? У немцев был, значит, уже предатель. Так ты что же? Поезда будешь взрывать их? Нет, Гриша, не буду. Только боюсь, что на слово нам уже никто не поверит. А вот это, это уже что-то. А это зачем? Ну, смотри. Найдут так, точно до своих не доберёмся. А так, уже сказочный уродец. И только я знаю, что нужно стереть. Понятно? Ага. Ложись, отдыхай. Немцев надо подоить хорошенько. Ладно. Насвистим, что антисоветский отряд сколачиваем. Железнодорожников подкупаем. На это они точно раскошелятся. У них деньжата есть, много. Насвистим. Я опять в зону не хочу. Хочу дело сделать и деньги получить. И что потом? Не знаю. Может, с Германией заберут. И что будешь делать в той Германии? Семью зайду. По-человечьей жить стану. С фрау? А что? Немцев война сильно подкосила. Так что теперь мужик в цене. Тем более с денежкой. Ну, хватит. Отбой. Скоро вылет. Кореницкий Алексей Валерьянович. В каких отношениях был с Пантелеевым? Терпеть не мог. Не люблю людей, которые вынюхивают все. В душу лезут. А чем же больна ваша душа? Моя душа ничем не больна. А вы к чему клоните? Послушай меня внимательно, рядовой. Если ты сейчас здесь будешь заговаривать зубы, твоя душа будет болеть в карцере. Когда последний раз ты видел Пантелеева? До обеда в казарме. При каких обстоятельствах? Он что-то в дневник записывал. Меня увидел, спрятался. Все. Правда. Ну, правда. Синицкий Александр Григорьевич? Так точно. Что делал сегодня после обеда? Незачем убивать Пантелеева. При чем здесь Пантелеев? Почему так волнуешься? Да потому что вам все равно, что я скажу. Троих расстреляете, все равно один окажется убийцей. Ну, я вижу, ты для себя все решил. Арестуем, обвиним, расстреляем. А раз решил, поедешь с нами. Стойте! Вам, наверное, Козырев рассказал о нашей ссоре с Пантелеевым. Да, рассказал. А ты сейчас повторишь. Упустишь хоть одну деталь, сгниешь в штрафбате. У Пантелеева в подушке лежал блокнот. Я немного почитал. Там, там много всего было, а он… Ты подумал, что он стукач? Так точно. Он увидел. Началась драка. Я ударил. Он в ответ. Знаете, как это бывает? Что успел прочитать? Там было… Галицком. Его братья. Вроде как он пришел к Власову. Товарищи, я… Я в штрафбате не выживу. Я здесь хорошо буду служить. Хватит скулить. Неси службу достойно. И чужие вещи не трогай. За это морду набить мало. Понял? Спасибо, товарищи. Что делал после обеда? Ну, что делал? Вернулся в казарму после наряда. Отдыхал. А Дневальный видел? Его начальник послал крыльцо красть. Только он не признается. Запрещено Дневального с поста снимать. Ну, значит, не видел. Ты ведь в пищеблоке служишь? Да, хлеборезом. А что? Врет он все про Дневального. Врет! Дневальный все время на посту был. Да, у вас во всем порядок. Вон крыльцо краской благоухает. Красота. Дневальный под присягой. Подтвердит ваши слова? Кто мог подумать, что такое случится? Людей не хватает. Ну и пришлось Дневального под покраску поставить. Виноват. Снимут меня теперь. Ну и сам виноват. Ножи проверили? Конечно. В хлеборезке одного ножа не хватает. А что хлеборез? Рядовой Гальцкий. Нормальный парень. Да у вас все нормальные парни. А в подразделении труп. Глаз алмаз сбой дал или у самого рельца в пуху? Да вы что, товарищ капитан, как можно? Я же предан вам. То есть не вам лично, а в стране вашей. Нашей стране. Я свой. Я советский. Я же и словом, и мыслью все время думал как надо. Я же только по Лене партии… Но-но-но! Оборота-то сбавьте. Вы тоже этот нож могли взять. Мог. Но не брал я его! Я его не брал! Не брал я его! А знаешь, что я думаю, Галецкий? Я думаю, что это ты убил Пантелеева. Твои товарищи сказали правду. А ты ведь у нас сам себе на уме. Дай руку. Дай, дай. Хлебом пахнет. Я же говорил, я хлеборез. И костром. Интересный листочек, правда? Это листок из костра, который ты сжег за забором сразу после убийства. Я знаю точно, что Пантелеев раскопал информацию о твоем брате, который перешел к Власову. Ты Пантелеева убил? Завладел блокнотом? И сжег. Когда в части заговорили об убийстве Пантелеева, я, я тут же начал искать блокнот. Мне о нем Синицкий рассказал. Я решил уничтожить все сведения о брате и сжег блокнот в лесу, но, но Пантелеева я не убивал. Ну, это было так себе, неубедительно. Ты еще о ноже забыл рассказать? Каком ноже? Вот зараза, третий час ребят уже мучают. А Козырев перед ним, как собачка дрессированная прыгает. Нет жизни нашему брату. Плюнешь не в ту сторону, замучаешься с убийством отчитываться. Ну, пороху не нюхали, а гонору на весь взвод. Смотри, Галецкого взяли, гады. Товарищ комиссар, мне нужна вся информация на Галецкого Александра Петровича рядового взвода охраны моста. Нет, нету пока результатов расследования, к сожалению. Хорошо, приеду, доложу. Люба, собирайся, мы едем. Люба! Люба! Что? Что с тобой? Прости, задумалась. Какое-то странное ощущение, как будто за мной все время кто-то наблюдает. Хотя, наверное, показалось, меня же здесь никто не знает. Прости, от этих допросов устала, голова идет кругом. Ловко ты его с костром. В управление дожмем, и дело закрыто. Непростое это дело. Пателеев узнал всю поднакотанную Галецкого, это факт. Только вот убийца ли Галецкий? Это вопрос. Кто ж тогда убил? Я не знаю. Надо вести расследование. Я готова. Что за меня? Я доставлю. Я поднимаю. Галецкий дождь. Покупайся. Глобный дождь. Глобный дождь. Глобный дождь. Я что-то еще и аж. Глобный дождь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кавалеристы, Сталин дал приказ. Кавалеристы, зовет отчизно нас. Башкова, ты парашют проверила? Тебе-то что? Беспокоишься о твоем молодом здоровье. Твое тело должно приносить радость людям. А так кольцо заклинит, и... Какая же это радость. Да. Нормально. Нож убрал? Не на базе. Стуйся, белый конь. Вот именно что. Не на базе. Ты что делаешь? Ты отстраняешься от боевого задания. Иди сюда. Дурел! Я же пошутил! Горежам на зоне будешь пыкать. Сейчас научишься летать без парашюта. А банду нужно выполнять. Понял я, понял! Сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Марьяночка! Это я! Ну я же говорил, что после отбоя зайду! Уходи, уже поздно! Марьяночка, я приготовил вам подарок! Здесь духи настоящие! Уходите! Вот стерва! Марьяно! Открой дверь! Я не люблю, когда мне перечат! Я ведь все равно никуда не уйду! По Галимову сохнешь! Так я и не таких делал! Делал! Я любого здесь могу под трибунал отдать! Идите к двери! То-то! Кобейница еще! Еще раз ты в мою сторону! Хоть глазом поведешь! Я тут же доложу об этом товарищу комиссару! Огонь, папа! Майор, зайди ко мне! Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга! Пока порадовать ничем не могу! А мы не в детском саду! И ты не Дед Мороз, чтобы меня радовать! Что по делу Пантелеева? Подозреваемого Галецкого Галимов везет к нам! С утра будем допрашивать! Убит сотрудник НКВД! А ты с утра? Допросись сразу же! Срочно примите все меры к раскрытию преступления! Так точно, товарищ комиссар! Как сам-то? В этой ссылке привыкаешь? Ну, чем дальше от штаба, тем люди лучше! Ну, не решись! Сам виноват меньше начальства будешь критиковать! Раскрой дело! Верну тебя обратно в штаб! Я не тороплюсь! На свежем воздухе живется легче! А не можешь ты спокойно доложить даже мне! Найди убийцу! Отбой! А ты чего такой мокрый? Дождя вроде не было! У меня был! Зачем вызывали? Галимов везет подозреваемого убийства Пантелеева! Допроси его не с утра, а сразу же по прибытии! Из штаба покоя не дают! Будет сделано! Разрешите идти? Да! Тихо, тихо, тигрица! Свои! Отпусти! Что? Испугалась? Что ж ты, Пашкова? А если б коммунисты? Стоять, папа! Где остальные? Зачем они нам? Нам же с тобой и так весело, правда? Да. Только посмей. Что случилось? Где Зайцев и Беляев? Километры отсюда. Ветром отнесло. Парашюты спрятали? Да. Рация. Цела. По одному за мной шагом марш. Эй, вы! А ну, стоять! Руки вверх! Ты как, как здесь оказалась? Ну, вот. Только проснулся, а уже ворчишь. Исподнее твоё постирала. Вон, понюхай, как пахнет. Ромашки отмачивала. Чего уставилась? Отвернись давай. А что, нельзя? Передеваться буду, а ты пойди погуляй пока. Хм. Поешь, приходи. Перевязку сделать надо. Спасибо, Саш. Хорошо поработал. Отчёты твои мы прочитали. Майор Асгин уже занимается Галицким. Я бы хотел довести дело до конца. А что там доводить? Вот по Галицкому пришла информация из управления. Брат у власовцев. Отца ещё в тридцать седьмом расстреляли, как врага народа. Мне всё понятно. Галицкий прикрывался личиной советского солдата. Вот и всё. Я бы с вами согласился, но вряд ли при таком раскладе он пойдёт вам навстречу. Не думаю, что забив его до смерти, вы найдёте настоящего убийцу. А он и есть настоящий убийца. Факты говорят о том, что Галицкий сжёг в лесу свой блокнот, а в остальном одни вопросы. Вот я их и решу. Правильно, товарищ комиссар? Правильно, правильно. Иди, Саш, так надо. Есть. Многое себе позволяет ваш любимчик. Заелся. На войне не должно быть привилегий. А то можно и… Поучи меня, майор. Арестованный в вашем распоряжении. Повторяю, назови место дислокации разведшколы. Имя руководителя. Да пошёл ты. Ещё раз повторяю. Место дислокации. Имя руководителя. Твоё положение в диверсионной группе. Да. Радистка, назови позывные. И время выхода в эфир. И я обещаю, я сохраню тебе жизнь. Ай! Ну, ничего-ничего. У нас ещё есть время. Ай! Устал. Курить хочешь? Пойми, выхода у тебя отсюда нет. У тебя только два варианта. Либо ты превращаешься здесь в кровяную отбивную. Либо… Что? Ну, на волю-то ты отсюда не выйдешь. А вот жизнь сохранишь. Понимаешь? Пару дней у нас тут отдохнёшь, отъешься. Ну, а потом обратно в разведшколу. Кстати, твой друг Калятка полностью на нашей стороне. Рассказал всё, как есть. А можно мне с ним поговорить? Конечно. Но не сейчас. Чуть позже. Понимаешь, я должен поверить в твою искренность. Дежурный? Да. Ну-ка, боец, мотнись на кухню, да принеси нам борща и каши. Да побольше. Есть. Ну, а сейчас поешь как следует. Наешься вдоволь. Ну, а пока давай. Рассказывай. Время дорого. Ну, в общем, так. Вы? Как быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил. Три дня, три ночи, я до той весны. Комиссацииperoυ. У-у-у-у. Продолжение следует... 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 Не положено... Продолжение следует... 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 Молодец. Правильно. Пуговичку застегни. Есть. Да, хорошо ты здесь устроился. Все натуральное. Присаживайтесь. Местного снабжения. О, сейчас. Как прошла операция? Прекрасно. Заметно по некоторым лицам. От вас ничего не ускользнет. Что будете пить? Вино, водка польская. Хорошая. Как Кузьминог? А что Кузьминог? Я работаю в контрразведке много лет. Я все знаю. В случае провала я тоже, как и вы, рискую потерять все. Простите. Я допустил ошибку, но я ее исправил. Кузьминог в норме. Я согласился с твоим планом, потому что видел в нем зерно успеха. Хотя в штабе сомневались в бойной заброске. Времена изменились. Всем нужен мгновенный результат. А стратегии уже забыли. Мы готовы к выполнению основного задания. Хорошо. Теперь о главном. По сведениям нашего информатора, а это весьма надежный источник, русские готовят важную наступательную операцию силами 1-го Украинского фронта. Наша задача – взорвать важный стратегический мост в районе Житомира. Через этот мост в направлении фронта проходит основной поток военной техники и боеприпасов советской армии. Взрыв моста даст возможность перекрыть кровоснабжение советской армии и тем самым подтянут резервы к линии фронта. Задача вашей группы – связаться с нашим исполнителем во взводе охраны моста, совместными усилиями оперативно уничтожить охрану и взорвать этот мост. Но одна из наших групп наблюдателей обезврежена. Ничего важного от них русские не добьются, но подозрения наверняка возникнут. Я так понимаю, мы должны прикрывать? Да. Для отвлечения внимания советской контрразведки, ваша группа должна выполнить несколько мелких диверсий. Слишком не зарывайтесь. Главное – связь с исполнителем. О времени начала операции узнаете в случае удачной высадки группы. Ну что? Тогда за успех операции и великую Германию. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Здарова, Валентин. Что у тебя? Роем, товарищ комиссар второго ранга. Пока ничего нет. Как продвигается расследование убийства Пантелеева? Пока серьезных сдвигов нет, но работаем. Думаю, ты понимаешь, важность проблемы. Через этот мост идут эшелоны на запад. Скоро наступление, а у тебя на спецобъекте крот. Понятно. Но мы и так на ушах стоим. Ну так распределяй этих своих сотрудников, чтобы они спинами не толкались. Прошерстите этот взвод охраны моста сверху донизу. А задержанного приказывают доставить к нам. У нас тоже есть о чем с ним поговорить. Так точно, товарищ комиссар. Доставим. Ну что у тебя? Галицкий. Саш, ты хоть меня не мучай. Со всех сторон прессуют. Сверху Москва давит, снизу Розгин поджимает. Ну а вы? А что я? Розгин как с цепи сорвался, политотдел подключил. А для них, сам знаешь, я немецкий алфавит — враг народа. Дайте мне Галицкого допросить. Не могу. Розгин раскопал, что его отец был расстрелян в тридцать седьмом году. Как враг народа. Так что политическая окраска на твоем Галицком. И перестань ты с этим Розгинным цапаться. Бешеную собаку не перегавкаешь. А Галицкого завтра через Киев отправляем в Москву. Хорошо. Допустим, Галицкий и есть настоящий убийца. А почему он не подготовил себе алиби? Ведь времени было достаточно. Допустим. А он бежит в лес и сжигает свой блокнот с компроматом. Меня ведь не судьба Галицкого беспокоит, меня беспокоит настоящий убийца. Спишем все грехи на этого хлебореза, а Ахкрот останется на своем месте. И при первом удобном случае засадит нам здоровенную занозу. Не могу, прости. Чего вам терять, товарищ генерал? Разве только погоны. Саша, не зарывайся. А то я не посмотрю на светлую память твоего отца и на нашу былую с ним дружбу. Нахожу по уставу за нарушение субординации. Извините меня, пожалуйста, Валентин Сербионович, я не хотел. У меня вырвалось. Разрешите идти? Погоди. Я ведь не за свои погоны боюсь. А за то, что в такой ситуации даже сам комиссар Рифанов не сможет за нас наступиться. А Разгин и его покровители будут на седьмом небе от счастья. За один день раскрыть убийство сотрудника НКВД. Это, между прочим, наградами пахнет. Ну хорошо, ладно. Разрешу тебе с ним поговорить. А как же Разгин? Ну это уж твое дело. Ты как-нибудь отвлеки его ночью на минутку. Ну так, чтобы наверняка. Понял. Спасибо. Разрешите идти? Иди. Товарищи офицеры и солдаты. Скоро вам предстоит участвовать в боях. На какие категории подразделяются боевые действия, кто знает. Ну, смелее. Петушиные. Отчасти ты прав, Сычок. Но я имею в виду военные действия. У тебя нормальный вариант ответа есть? Или прописать тебе медосмотр вне очереди? А что сразу медосмотр? Земля, вода и воздух. Ну вот видишь, значит, котелок-то у тебя варит. Давай иди сюда. А это еще зачем? К вам один раз ляжешь, пиши, пропало. На куски порежете. Я ценю твою честность. Раз вызвался, давай иди ложись. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Ваш боевой товарищ Сычев находится без сознания. Это хорошо. Меньше разговаривать будет. Глаза закрывает ты без сознания. Марьяна, подойдите. Если ваш боевой товарищ ранен в воде, то по правилам спасения утопающего его нужно обхватить сзади за грудь. Ну, то есть подмышками и мелкими грибками добраться до берега. Потом аккуратно положить его на спину. Марьяна, искусственное дыхание. Ой, братцы, душа вот-вот разорвется. А ты вдохни поглубже, солдатик. Ха! Эх, вот повезло Сычеву, а? А то не лягу, не лягу. После искусственного дыхания следует непрямой массаж сердца. Ему еще и массаж! Игорь Матвеич, я отойду? Да-да, конечно. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Кровотечение. Итак, кто знает, как действовать при кровотечении? Ну, здорова. С утра здоровались. С красивой девушкой можно и три раза поздороваться. Смотри-ка, заметил. Чего звал? Слушай, у меня есть к тебе дело. Даже скорее не дело, а просьба. Можешь помочь? Могу, если ты меня стрелять научишь. Может, попозже? Постреляй. Ну, тогда пусть тебе кто-нибудь другой поможет. Хочешь, я тебе военврача позову. Ладно, давай через час на стрельбище встретимся. Через час ты снова сбежишь, я тебя знаю. Хорошо, давай сейчас. Только патроны боевые бери. Нечего холостыми палить. Ни огня, ни жару. Держи. Так. Давай, поднимай руки на уровень плеч. Чуть ниже. Смотри на цель, а не на меня. И не улыбайся. Ну, как же мне не улыбаться, когда ты такой смешной? И чем же я для тебя смешной? Ты очень серьезный. Учи дальше. Вот эта мушка, она должна совпадать с целью. Угу. Нет-нет, чуть пониже. Вот так. Ага. Подойди ближе и покажи. Вот эта мушка. Мушка. Она должна совпадать с целью, ты понимаешь? А я тебе нравлюсь? Что? Ничего. Галимов. Ну, какой же ты смешной. Сашка! Догоняй меня! Слушай! Быстро! Догоняй! Пункт назначения через пять минут. Предупреди парашютистов. Пять минут готовность. Спасибо, комрад! В такую ветруга ни до того света не добраться! Не каркай перед выбросами! Что случилось? Испугался? Да даже если и так! Ты лопнешь скоро от своей злости, Кузьминок! А с чего мне быть добрым? Я изменник Родины, милый! А все изменники смыли, а добрые вздохли в лагере от кого-то! Ну, подстань! Готовимся к фотосмену! Готов! Пошел! Готов! Пошел! Оп-ля. Да. А вот и я. Лаура. Как вам? Я у ваших ног. Эх, товарищ майор. Что? Вы ошиблись. Да. Сегодня я не Лаура. Сегодня я. Гонорилья. Откуда такие познания Шекспира? Ну что вы думаете, простые люди не читают Шекспира? У меня к вам просьба. Да. Я прошу вас, посмотрите. Ведь вы у нас такой умный. Такой образованный. Ну, разве что ради самодеятельности. Но почему я? Есть же военврач. Военврач — это начальство. Он будет смотреть предвзято. А вот вы, вы... Вот настоящий король. Ну, это король, лир. А я просто... Ну, спасибо за комплимент. Садитесь же на трон, товарищ майор. Простите. Король, садитесь. Сел. Итак, мы приступаем. Сцена первая. За сценой слышны трубы. Трубы. Я? Ту-ту-ту-ту. Ярче. Сделайте ярче. Ту-ту-ту-ту. Вот. Входит король лир. С ним герцог Карнавальский. Карнвальский. Какая разница? Сидите. Король садится на трон. Уже сижу, вот сижу на троне. Прислуги подносят королю выпить вина. Вот. Прошу. Пить, да. А вы, Марьяночка... Не сейчас. Пейте. 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 А теперь вступаю я. То есть, гонорилья. Сэр, вас люблю я больше, чем выразить то можно слабым словом, чем свет отщей, пространство и свободу, чем красоту, богатство, честь и жизнь. Пейте. Пейте, пейте. Пейте. Причины убить Пантелеева у тебя были, это очевидно. Брату Власова, отец священник. Я не думаю, что ты решил умереть так же, как твой отец мучеником. Бог здесь ни при чем. Можно папируску? Трудно теперь с папиросками. Ну, не жмитесь, товарищ капитан. Может, последнее мое. Спасибо. На том свете встретимся. Я буду папиросками угощать. Не толкай телегу впереди лошади. Ты что думаешь, на том свете кто-то папиросками торгует? Ты мне вот что скажи, Гарльцкий. Почему не сознаешься? Раз гинз тебя живым не слезет, ты вообще на что рассчитываешь? Перед самым арестом отец сказал мне, что правда, это не то, что считают люди. Правда, это то, что есть на самом деле. Отец был невиновен, а вы его расстреляли. Я знаю, меня тоже расстреляют. Вы можете верить, можете не верить. Только я не могу предать отца. Я хочу встретиться с ним там. С чистой душой. Пусть и замучены вашими друзьями. Во-первых, это не мои друзья. А во-вторых, с таким пафосом ты долго не протянешь, поверь моему опыту. И хлебом не кормить, дать человека до смерти замучить. Пусть, поможешь мне, постараюсь помочь тебе. Что я должен делать? Кто, кроме тебя, мог взять нож с хлеборезки? Скончай хлебать, глаза уже в раскосе. Так за удачное приземление. Четыре месяца в разведшколе, не хухры-мухры. На. Задание надо выполнить, немцы не заплатят. А я при деньгах, при любом раскладе останусь. Пока перо при мне, любой мне сам отдаст. Вальт накажет. Вальт теперь далеко. Кончай трястись, братишка. Кончилось их время, наше началось. Посмотри вокруг. Березки, сосенки, это же наша страна. Мы здесь с тобой родили, и здесь нам бояться нечего. Ты дурак. Ты что думаешь, эта страна тебя ждет? Я ни на зону, ни сдохнуть не хочу. С немцами надо. У них и власти деньги. У меня что мусора, что фрицы, вот я уже. Страна большая, затеряемся, уедем. Или ты с немцами хочешь? Слезай с телеги, я и без тебя не пропаду. Да ладно я, пошути. Вместе так вместе. С немцами. С немцами. Извини, корешок. Не по пути нам. Ты как? В порядке. Рация. Спрятала в тайнике. Остальные. Еще по лесу носятся. Давай, собирай всех, пока не разбежались. Я на явочной квартире, буду ждать вас там. Есть. Проверю. Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, 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 все. Все будет хорошо, а животное? Давай, 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 иди домой. Пей, корешок, пей. Теперь никто не запретит. Пей. Пей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. – Свои. – А, Пашкова, ты? Ты чё, ослеп? Почему на условный сигнал не отвечали? Не слышали. Остальные где? Савельянов пошёл проверить явку. Ты вот что, Пашкова, иди одна. Оружие на землю, быстро! А мы догоним. Вы чего? Вы чего, ребят? Проверить меня хотите? Руки! Сука, ногу убери, паштошину. К воду стреляй. О, ребятки, здравствуйте. Вся команда в сборе, только похона нету. Я смотрю, у вас тут любовь. Позвольте присоединиться. Всё, Пашкова, убери автомат. Прошла проверку. Что, родной, не рад встрече? Да ты достал меня уже, урка! Ты оборсел на воле! Стоять! Где калятка? Да я без понятия, где ваш калятка. Может, дёрдал. Велика потеря. Идём на явку. А теперь песню. Романс. Ах, нет. Давайте тогда почитаем предсмертный монолог Мира. Да какой монолог, Марьяночка. Товарищ майор, извините, что помешал. Галимов в камере у Галицкого. Что разрешил? Я не знаю. Мне должил часовой, я сразу к вам. Сперва надо было Галимова из камеры выгнать, чёртовой матери. А потом мне докладывать, дубина. Иди. Есть. Галимов, ну, Галимов. Ну, Ефимова, если это ты, ты понимаешь, в порошок затрун. Парша, я тебя зачем держу, капитан? Чтоб ты ухо держал в астрону. Виноват, товарищ майор. Где Галимов? Он ушёл. Почему пропустил? Так он бумагу показал. Какую бумагу? От комиссара. Разрешение, печать, подпись. Товарищ майор. Товарищ майор. Бумагу. Он её только показал. С собой унёс. Либо это сговор, либо Галимов, сволочь, документ подделал. Надо Галимского расспросить, что он ему сказал. Я с ним поговорю. А-а-а, хороши немецкие папы. У фрица из охранки лагерной выменял. Ты смотри, Кузьминок, чтоб тебя на участке не разорвало. И так тут мечешься перевозбуждённый. А тут такое давление на твои мозги. Балда ты, Беляй. Это не на мозги давление, а на кое-что другое. Наполеон, между прочим, когда занимался важными государственными делами, так у него в кабинете всегда при себе бабёнка была. О, француз, понимать надо. И вот, когда его мысли уставали, отдалялись от государственных дел, он эту бабёнку сразу к себе и ях! Ясность ума обретал. Ага. И откуда же у тебя такая информация? Из тюремной библиотеки? А это ты, Беляй, считаешь, что я хуже Наполеона. Слышь ты, Наполеон, он вообще-то умный был, пол-Европы завоевал. А ты, гнида, людей грабил. Хат ты упырь. Ты, значит, на немцев горбатишься, а на меня плюёшь. Ты сопля, и я тебе это докажу, дай только срок. После завтрака расходимся по объектам. Работаем парами, ведем наблюдение. Зайцев Кузьминог, Беляев Пашков, я самостоятельно. Можно я с Беляевым? Нет. Паршин, оформить протокол, только быстро. Есть, товарищ майор. Лошадь-то, лошадь-то в трёх верстах отсюда нашли. Постромки подрезаны, значит, не сама она освободилась. Сколько шума из-за одного крестьянина. Да, может, он её отпустил просто. Чё, это хозяин? Скотину свою отпускать будет, а? Травку пощипать. Хе-хе-хе-хе. Шуть, товарищ начальник. Это ж, это ж имущество. Денег стоит. А кобылка-то хорошая. А чё вы с ней делать-то будете, а? И чё? Оформим, как вещественное доказательство. Ага. Мужик, иди сюда. Кто, я? Ты, ты, стой здесь. Иду. Понадобишься, понятым будешь. Сычок, ко мне. Да. Заворачивай и в управление. Рассыплется по дороге не довезём, товарищ майор. Лучше здесь осмотреть. Что здесь осматривать? Что, картина Репина? Заворачивай, я сказал. Товарищ капитан, переказано забрать с собой. Погоди, Сычев, минутку. Погоди. Звёздочка? Значит, солдат. Как думаешь, Люба, что красноармейцу на телеге в поле ночью делать, да ещё в плохой компании? Почему ты решил, что он был не один? Ну, тот же его поджёг и убил, а лошадь отпустил. Паршин, ну ты скоро! Да! Ещё минуту, товарищ майор! Вот здесь вот распишись. Майор! Что? Ехал человек в телеге, погонял лошадь, мечтал о барышах, о чём ещё крестьянину мечтать. Ты кончай воду лить, по делу говори. Потом превратился крестьянин в красноармейца. Лошадь отпустил, сам себя поджёг и лёг спокойно гореть на телеге. Даже для приличия по полю не побегал. Хорошая сказка, но слов тяжеловат. Давай в управление разберёмся. Ты едешь? Нет. Поковыряйся ещё. Ковыряйся, следопыт. Всё оформил, товарищ майор. Можно... Сторож докладывать. Садись. Тимофей Егорыч. Да. Бери лошадку. Сычёва и за мной. Люба, пойдём пройдёмся. Хочу один вариант проверить. Саш, у нас убийство, а ты решил с лошадкой по полям прогуляться? Если в телеге сгорел красноармеец, то хозяин либо убит, либо и есть убийца. А убивать солдата ради того, чтоб снять с него сапоги и забрать махорку, это вряд ли. Так что версия с ограблением отпадает. Может, это диверсанты? Значит, где-то рядом человека два-три минимум. Я и подумал. Лошадка — умница. Даже нашу хозяину привезти. Решил устроить лошадь на полставки в розыск? Ну, вроде того. Лошадь — мысль дельная. Но смотри, придётся с ней своим пайком делиться. Позови им, товарищ капитан. Пойдём, пойдём, пойдём. Зорооо! Зороо! Здорово, братишка! Огня дашь? Зёма, а папирорская гостишь. А твои где? На том берегу. А лодки нет. Понял. Трудности бывают у всех. Держи. Благодарствую. Скукотища. А поезд на Киев только утром. На побывку или как? После ранения. Припёр из ночной вылазки двух фрицев, а комбат меня за это, оп, и к жёнушке на десять суток. Эх, оторвусь. И жена у него, и папиросы. А ты не завидуй. Грех это смертный. На, держи. Помни душу мою широкую. Ух ты. Сам-то куда? На фронт. После ранения. Я тут в госпитале два месяца отвалялся. Таблеток поди наелся. Ой. Слушай, так пора из тебя эту гадость вымыть. У тебя когда поезд? Ой, вечером. Ну, а чё здесь пыль глотать? Айда в город. Ты ж местный уже почти. Наверняка какое-нибудь злащное местечко знаешь. А у меня отпускные, времени вагон. Есть пара точечек. Ну… Где самогонщиком торгуют. Давай знакомиться. Данила. Дмитрий. Ну, чё, Мить, ты штурман, я бабки заряжаю. Давай, показывай, где здесь дорога на тот берег. Ну, потопали. Только не один. С приятелем сейчас познакомлю. С приятелем даже веселей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Здесь живут Каланчёвы. Здесь. А что вам нужно? Я от Маргариты Михайловны Корецкой, из Кракова. Она вам просила кое-что передать. Маргарита Михайловна, она жива? Частью, да. Зайти можно? Да. Да, конечно. Проходите. Пожалуйста. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вы что-то хотели мне передать? Дело в том, что Анатолий Степанович Корецкий умер. Упокой Господь его душу. Хороший был человек. Да. Мой отец был с ним дружен. Лев Коршунов. Вы сын Коршунова? Простите, я не представился. Валерий Коршунов. Ваш отец часто был у нас в доме, но вас я не видела ни разу. Я воспитывался у матери, но это другая история. Внукова Маргарита Михайловна нужно перевезти в Краков. Что? Простите. Юра, мальчик пятнадцати лет. Внук Маргарита Михайловна. Три родинки на спине. В восемь лет он сломал руку, катаясь на велосипеде. Его родителей шесть лет тому назад арестовала НКВД. Вы называли Маргариту Михайловну матушка-маргаритушка, она у вас ледунья. Сейчас добавляет спасительница. В общем, благодарит вас за то, что вы оберегаете ее внука. А как Маргарита Михайловна? Что с ней? Ну, держится и очень... Хотела бы успеть увидеть Юру. А как это возможно? У нас нет денег, у нас нет проездных документов. Не волнуйтесь, это не проблема. А на Юру можно посмотреть? Да. Да, конечно. Спасибо. Юронька, к тебе тут пришли. Рад тебя видеть. Валерий Львович Коршунов. Что с моими родителями? Ну, я тебе не скажу. Точно не знаю. А кто знает? Бабушка знает? А вот ты сам у нее и спросишь. Мы к ней скоро отправляемся. И она просила тебе передать, чтобы ты был не Юрасиком-хулигасиком, а настоящим мужчиной. Я вам верю. Так надо мной бабушка подшучивала. Об этом прозвище знали только мы с ней. А как вы думаете, мы сможем туда добраться? Это ведь так далеко. Кругом война. Ну, для этого я здесь. Ты очень дорог, Маргарите Михайловне. Извините, мне пора. Позже расскажу все подробнее. До свидания. До свидания. До свидания, Валерий Львович. Называй меня Валерий. До свидания. До свидания. Саш, а ну, иди сюда. Сычев. Да, товарищ капитан. Дуй в расположение. Доложишь на один тайник. Нужны люди, чтобы прочесать район. Ага. Понял, товарищ капитан. Бегу. Сычев, а мы ж на коне. Спасибо, Тимофей Егорыч. Я лучше пёхом. Давай быстрей пойдем. Чего плетешься? Что ты все ноешь и ноешь. Это тебе не так. Это не сяк. Пока ты сопли пускаешь, я из этого солдатика столько сведений выводил. Заткнись, патруль. Комендантский патруль лейтенант Козлов. Ваши документы. Командировочное предписание. Мої. Все в порядке. Рядовой подойдите ко мне. О, солдатик, да ты пьян. Да я ж чуть-чуть. Так, придется пройти с нами в комендатуру. Следуйте за нами. Куда это? У нас служба. Черемнов, Федотов, замкнуть строй. Следуйте за нами. Товарищ лейтенант, ну перебрал он немножко. Я трезвый, я его доведу. А завтра мы шестичасовым в Киев, а? В Киев? Ага. Да нет, комендатуру все-таки придется пройти. Следуйте за мной. Отставить! Стоять! Стрелять буду! Ты что творишь, падаль? А этого с собой возьмем. Трусоват, сразу расколется. Убить тебя, гнида, мало за такие дела. Стоять! 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 Ты чем думал, когда в пьянку ввязывался, а что, если Зайцев показания дает? Я этого барана предупреждал, чтобы он меня не бодал. Сам виноват. Да ладно, я же ему камнем по башке врезал. Он, если не сдохнет, то придет в себя нескоро. Я вам такие важные сведения раздобыл, а вы меня… Тебя придушить мало. Понял ты? У нас есть задание, а ты его чуть не загубил. Скажи спасибо, что у нас каждый человек на счету. А то бы валялся уже в канаве с простреленной башкой. Собирайтесь, надо уходить. Да мы собраны. Куда пойдем? Есть адрес запасной явки за городом. Там живет наш агент. Отойдите. Может, хватит уже? Он ведь, между прочим, нам живым нужен. У меня приказ комиссара — найти диверсантов. Формально он не диверсант. Даже напротив, пытался остановить убийцу. Цыплят по оси не считает. Между прочим, его дружок уложил двоих солдат. За одну секунду. Уж точно не любители. Где Кириллов? У себя в кабинете. Почему я не могу допросить диверсанта? На данном этапе нет никакой возможности привести его в чувство. Нужен покой. Покой. Покой нам только снится, уважаемый товарищ военврач Кириллов. На дворе война. Литературкой балуйтесь. В свободное время. Угу. Король Лир. Шекспир. Замечательное произведение. Особенно современное. На злобу дня, так сказать. Особенно предсмертный монолог Лира. Да? К чему это вы? Ведь ваша супруга училась в гимназии вместе с машинисткой Троцкого. И что с того? Это было давно. И в моем личном деле все записано. Записано-то записано. Но ведь под каким углом посмотреть? Вчера при помощи этой книги был совершен акт прикрытия должностного преступления. И участвовала в нем ваша подопечная. Да, да, медсестра Ефимова. Марьяна? Марьяна, Марьяна. И вы знаете, вы можете тоже стать звеном цепи преступления. Ведь вы знаете, мне человека все равно, что пешку съесть. Учитывая ваше антисоветское прошлое. Я не понимаю. Завтра диверсант должен быть готов к допросу. А по мне хоть живую воду изобретайте. Ясно? И еще. О каждом вздохе Ефимовой, о всех ее шашнях с Галимовым докладывать мне лично. Можете считать это как приказ партии? Я беспартийный. Так тебе тяжелее будет здесь выжить. Ты понял? Товарищ майор, разрешите? Выйдем за дверью подождите. ЧП, товарищ майор. Галевский. Что случилось? Вам лучше самому взглянуть. Идиал. Что здесь происходит? Твойное убийство. Разрешите я займусь, товарищ комиссар. Ты мужа назанимался. Капитан. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, И сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лим, Прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны. Редактор субтитров облик, Корректор дааевна Сумсурова. Моста манит. Редактор субтитров облик, Пошли в Essexсу. Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Личный состав, стройся! Товарищ комиссар государственной безопасности, оперативная группа по вашему приказанию построена. Товарищи солдаты и офицеры! На нашей территории произошло преступление, организованное агентами вражеской разведки. Я обращаюсь к вам не только с приказом, но и с просьбой. Будьте предельно внимательны. Особое внимание обратите на солдат и офицеров, прибывших в город по временным командировочным удостоверениям. Враги нашли у нас брешь и бьют без жалости. Гибнут наши товарищи. Вы уж не подведите. Не можем мы их оставить на свободе. Они нам тут полгорода разнесут. Будьте осторожны. Противник хорошо подготовлен и смертельно опасен. Вопросы есть? Тогда по машинам. По машинам! Угружаемся, ребята! Живее, ребята, живее! По машинам! Капитан Галимов! Иди в эту машину! Что ты там стоишь? Что случилось, товарищ генерал? Мне пора выезжать. Диверсант вчерашний очнулся. Надо срочно его допросить. Есть. Тебя майор тоже касается. Тебя майор тоже касается. Где-то чем он окажет. Капитан Галимов! Кто-то brigade. Грюченко, прямая. Что, где-то идет. Це ноябра. Там он его сhalten. Где-то! Моё настоящее имя Стрельников Владимир Иванович Имена остальных членов группы я не знаю Ну, только те условные, которыми пользовались в разведшколе Место расположения группы указать сможешь? Да, адрес я напишу, но, боюсь, их там уже нет Старшая группа Савельянов, опытный разведчик Должна быть запасная явочная квартира Не знаю, но у нас был ограниченный доступ к информации Цели и задачи вашей группы? Сбор данных, организация диверсий на стратегических объектах Каких объектах? Не знаю, только Савельянов знал Савельянов, Савельянов заладил! Дай тебя под трибунал! Тогда у тебя память заработает! Товарищ майор! Когда был завербован? 22 июля 1944 года Я сначала хотел бежать из лагеря Но потом понял, что сил не хватит вернуться к своим Твои и свои сейчас диверсию готовят А у нас четыре трупа Давай сюда свой каракуль Это члены группы и начальник лагеря Штурбанфюрер Вальт Неплохо рисуешь Товарищ комиссар, взгляните Такого Рафаэля грех под расстрел Пусть отрабатывает А что ты знаешь об этом, Вальде? Хорошо владеет русским языком Организаторские способности на высоком уровне В школе нас учили методом стратегического мышления Тактики поведения в тылу противника Даже психологии Отрабатывали рукопашный бой, стрельбу Прыжки с парашютом Методы взрыва спецобъектов В общем, по полной программе Спасибо, ты нам очень помог Товарищ комиссар Вы можете меня расстрелять Я не собирался работать на немцев И постараюсь это доказать А главное Главное я уже сделал Я здесь, на своей земле Особисты точно шум поднимут Даже если Зайцев без сознания А может его дружка Беляева сразу списать, а? Они же два сапога Теперь же попострелять Проверить его надо Нас так мало осталось Не было быка, пахать взяли петуха, так что ли А я бы его в два счета расколол Завалит он все дело, козел Каша готова, товарищи Ходим кушать Сейчас подойдем Госпиталь Здание старое Проверить бы надо самим Что там да как Прежде чем на рожон лезть Да солдатик этот Два месяца там ошивался Каждый уголок знает Два дня назад К складу подогнали грузовики Десять штук Всех ходячих запрягли на разгрузку А в коробках Лекарство для фронта Зуб даю, все верно Ты зубы да побереги, пригодятся еще С базой свяжемся Спросим их мнений на этот счет Перевалочный груз Больше двух-трех дней держать не будут Госпиталь Госпиталь Феликс Тополев Позывные Снег-Снег По оперативным данным В городском госпитале Ожидает отправки на фронт Крупный груз медикаментов Ждем подтверждения По уничтожению груза Феликс Убийца не знал Что мне рассказал Галецкий О допросах знали только Разгин, Паршин, начальник караула И часовые Меня забыл Хорошо, включаю и вас Галецкого убрали прямо у нас под носом Видно, кто-то не хотел, чтобы им в Москве занялись И этот кто-то среди личного состава управления Уж больно ловко сработано С сознанием местности Саша, умная птица Позади всех летает Ты их с тыла прощупай А мы здесь будем крота искать Вот личные дела бойцов Взвода охрана моста Давай займись Тополь Феликсу Позывные «Ветер, ветер» Объект подлежит уничтожению Через час выступаем Придем, подготовишь взрывчатку и детонатор Хорошо Хорошо Взрывчатку ей отдай Встречаемся около склада Вперед Осторожней А то такая красота И никому не достанется Склад там Где ж ты тебя так угораздил рядовой Кузьминок Даниил Ви... Викторович Викторович В футбол играл? В футбол играл Ой, как дети Война, а у вас футбол на уме Слава Богу Удар Покасательный Перешелся А так что Перелом Головой надо думать А не развлекаться Да ладно После нарядов В свободное время Имеем право Имеем право Имеем право Значит так Я тебе Повязку накладывать Не буду Травма не опасная У меня все палаты ранеными Переполнены А ты Со своим Футболом Значит так Свободен солдат Бумажечки давай Давай, давай Ты Ты чего, солдат? Мне твоя повязка До одного места Мне спирт нужен Отведешь к складу И свободен У меня ключа нет А у склада Часовой Ты и глотка не сделаешь Тебя арестуют Я с ним сам договорюсь А с тобой Он ко мне больше доверия проявит Только учти Дернешься И ты труп Веди себя так Как будто ничего не происходит Понял? Пошел Давай, давай Фамилия и звание Начальника охраны Капитан Зуев Скажешь, чтоб позвал его Стоять Здравия желаю, товарищ капитан Медицинской службы Какими путями к нам? Боец Кликин нам у капитана Зуева А зачем он вам? Наша часть В золотом бару стоит Трое дезинтерии заболели Лекарства нужны А накладная есть? Боец, ты не слышал? Зуева зови Понял Вы тут постойте пока Хорошо? Руки! Ты че, сдурел? Ты ж на своих направляешь Убери и стрельнешь ненарок Руки, я сказал! Нет у нас никакого капитана Зуева Товарищ капитан Идите Кузьминок, замок Сейчас Взяли Кузьминок, с винтовкой у входа Понял Два заряда под несущие стены Мощность максимальная Что? Что вы делаете? Послушайте, нельзя Здесь же медикаменты для фронта А там, за стеной, там же раненые Беляев Да Топ-заряд Вот под ту стену Нет, вы Вы не посмеете Послушайте, я буду кричать Нас услышат Вы же наши Вы же русские люди Держи Помогите Помоги Давайте быстрее Быстрее А ведь задумали они что-то серьезное Если такой явный засвет пошел Убийство во взводе охраны моста Убийство у нас в управлении На твоей оперативной памяти Что-нибудь подобное случалось? Не припомню Вот и я о том же Ниточки, конечно, есть Но Как их в один узелок-то завязать Знаешь, что я думаю? Я поеду, посижу денек-другой В этом взводе охраны моста Сам хочу все прощупать Всю подноготную А ты оставайся здесь Понятно Докладывать немедленно Обо всех происшествиях Молодец Понимаешь с полуслова Что это? Давай-ка к машине И побыстрее Где второй взрыв? Почему второй склад не взорвали? Ну, валить надо Повяжут нас здесь Тихо Что-то случилось Жди здесь Не дай бог Из-под земли достану Да, ну Раненых выводи Быстрее давай Что случилось? Опусти пистолет Это диверсантка Это она склад взорвала Не стреляйте Она нужна живой Здесь еще двое, слышите? Еще двое Ты жива? Не ранена? Зачем ты вернулся? Давай, уходим Уходим, быстро Пистолет Да, неожиданно Средь бела дня У него мечта была Искупить свою вину Перед родиной Так и получилось Неизвестно, почему Твой дружок здесь убитый Лежит А не готовит Новую диверсию Увести Один в сердце Второй в голову Ни одного лишнего выстрела Профессионал Но второй склад Взорвать не успели Да И ни одного свидетеля Да уж дела Розген, почему не усилена Охрана госпиталя? Госпиталь нами Не рассматривался У нас в приоритетах Другие стратегические объекты Я дал команду Усилить все объекты Которые могут привлечь Внимание диверсантов А в госпитале Находятся наши бойцы Это не влияет На фронтовое положение А на мозги твои Это влияет? Пока ты будешь Укреплять свои Стратегические объекты Диверсанты нас Со всех сторон Как блохи искусали Но я не могу Разорваться У меня и так Людей не хватает Здесь погибло Четыре человека Я считаю Это допустимые потери Могло быть хуже Вот этого я и опасаюсь Будь добрый Делай все с умом Перед штаба фронта Мне отвечать Есть Галимов Саша, почему не сработала взрывная устройство На втором складе? Детонаторы взрывчатка Находились в разных местах Это с пулей в голове Может, благодаря ему Не сработало? Тела увезем в управление На экспертизу Результаты будут завтра Уносите! Чайком побалуйся Согрейся Прохладно чего-то Лучше повозку запряги Так щас Дело с гроблей-то и запряжу Опять баба снилась Как будто какой-то пустой город А я один Захожу в дом А там на кровати баба лежит Ну, думаю, щас оторвусь Только ремень расстегнул Проснулся Представляешь? Целая баба И ничья Обидно Да Куды ничь Туды и сон Что во сне Найдеш То на него потеряешь А фантазии твои больные В твою голову лезут Потому, что Психология твоя Больная, негарная Смотреть на женщин С вожделением Это большой грех Большой грех Знаток Высчитал где-нибудь И думаешь, рожа умнее стала Не психология А психика Учиться тебе надо Старый пень А тебе доктор надо Чтоб мозги управил А то дюжи разумные Да лучше дровишек Подкинь, дед А то мы с твоей экономией Ревматизм схватим Че сидим? Поехали Так у меня все готово А че за маскарад? Куда в такую рань? На рынок В городе тебе появляться опасно Пока весочку от гухаря не получим Там легче будет Я еду Сиди здесь К обеду вернемся Ну вот, короче, она выходит Все на нее смотрят, естественно, ждут А никто ж не понимает Там фельдшер она или там Миссестра может какая-нибудь Там печатальон Ну мы в общем и это Ну глянь Кость, ты че? Ничего Лицо знакомое увидел Все, пойдем быстрее Да успеем Да давай, на дежурство пора Здравствуй, устала, выглядишь? Весь день с бумажками копаюсь Ты не поверишь Голова кругом идет А я тебе еще подкину Результаты экспертизы, как ты просил Спасибо Прическу новую сделала По случаю ехала мимо парикмахерской Люба-Люба А че это ты так засмущалась? Я прям тебя не узнаю А где же железная выдержка? Волевой характер Я все-таки женщина Хотя и в форме А ты мог бы и промолчать Обязательно вставлять едкое слово в день рождения? В день рождения? Поздравляю Я от всей души поздравляю Подарка, правда, нет Но в перспективе обещают Так что ты мне напомни Чтобы я не забыл До такой помощницы можно только мечтать И красивая, и умная Я рада, что ты меня ценишь Но день рождения у тебя Забыл? А мне комиссар напомнил Он тебя тоже поздравляет И да вот Марьяна передала С днем рождения! Холодновато, что сегодня Не замерз? Нормально И покупателей нет Не базар, а Не мавроших людей Скоро с такой жизнью все На башню полезем Какую еще башню? Вавилонскую Откуда же все-таки познания? Библию читал А ты что, старик, Богу веришь? Не Орешный, а не верующий Товарищ офицер! Универсальная крысоловка, мышеловка Сводишь пружинку И готова убийственная машина Курочка 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 Что, отец, мед у тебя? Здравия желаю, товарищ офицер Так недорого Если два горшечка Так почти Задармо А какой? Рычечный Рычечный, товарищ офицер Подойдет Только у меня денег нет Могу предложить обмен Ну, чачка, конечно, интересная, но Купить мы всерьез ее не можем По рукам собирайте мед Спасибо Ты, это Ты че, это мое добро Задармо За какую-то чашечку Заткнись Вещи собираю, давай в телегу Понял Отец ваш, значит, в Польше, а вы здесь То раньше Польша была, а теперь Советский Союз Что он там делает-то в этой Польше? А я сведки знаю Працюе Я его четыре роки не бачу Ой, Гусенюк, Гусенюк Интересный вы человек Вы мне объясните Как вы с такой биографией оказались в спецзводе? Ведь по-хорошему вам для того, чтобы на кухне служить Нужны отличные связи А вы во взводе охраны, как это? Ну, видно, педишов раз взял и я честно служу А, Гусенюк, так не бывает Может, это потому, что ваш брат начальник столовой в дивизии штаба Смастерил вам местечко на КПП, там уютно, тепло и не стреляют, правильно? Вам щось від мене треба, товаришу капитана Во? Це деловой разговор Солдат часто выпускаете за территорию без пропуска? Ни разу Ни разу Пишите Кто, когда, сколько раз покидал территорию взвода без пропуска За последние две недели Я вам правду сказал? Хорошо Тогда пишите объяснительную, почему в анкете указали ложные данные На самом деле ваш отец раскулачен в тридцать третьем году И находится на поселении в Казахстане А як ви докажете? Я доказывать ничего не буду Будут доказывать офицеры из политотдела Я думаю вашему братцу ой как не поздоровится Я доступно объяснил, что мне от вас нужно Прошу Патруль Давай туда Граждане Да, вы двое Сюда подойдите Здравия желаю, товарищ начальник Лейтенант Козлов, ваши документы Документы? Так и пожалуйста Мы люди местные, нас тут каждая собака знает Греши на базарчик поторговать Разрешение на торговлю есть? Да какое разрешение Шила да мыла меняем, мед продаем, а хлеб покупаем Гражданин, ваши документы А, это, так это мой племянник Это, он раненый, это, кутуженный Так он болел на голову, это самое И опять же, ранение вот в ногу Справка о ранении есть? Справка? Так справка есть, только дома Не годен Он не годен к военной службе Значит так, товарищи, вам надо пройти с нами в комендатуру Да, товарищ начальник, отдайте документы Рассковоры, давай, давай вперед, я сказал Да куда вы меня тянете? Нам до дома надо Проходим Проходим, гражданин Товарищ лейтенант, вроде он Да кто его знает, вроде он, а может и нет В комендатуре разберемся Назад! Назад! Ну-ка, тихо! Тихо! Давай к железе! Товарищ майор, нападение на бандруль на городском рынке Что? Возможно диверсанты Двоих наших уложили за секунду буквально Я просила свидетелей, один из них утверждает, что узнал второго нападавшего Это Дмитрий Сливко, живет на хуторе недалеко от города Нужно срочно ехать туда Товарищ майор, я не знаю, что за свидетели, что им там померещилось Но я считаю, преступники скрываются где-то в городе Дежурный! Дежурный, ты там спишь, что ли? Срочно! Оперативный отряд на выезд Едем на хутор Оперативный отряд на хуторе Оперативный отряд на хуторе Оперативный отряд Лейтенант, команда! Есть! Рассредоточиться! Паршин, возьми пару бойцов, зайди с фланга Понял, товарищ майор Сычок, Петров, за мной! Собись ты! Как? Откуда? Мы же проверяли хвост! Не знаю, надо уходить Пиздно! Только до лесу треба текать Так, давай к ним! К ним давай, задержи их! Ага! Держись! Хозяин! Хозяин! Что надо, товарищ офицер? Проверка документов! А, так проверяйте себе на здоровье! А у меня нема никого! Никого нема! Значит, ты и ты! Товарищ майор! Что? Не советую Здесь Липинская, командую я! Ты и ты! Вперед! Наташ, стой! Давай с Кузьминком через окошко влез! Я их отвлеку! Это приказ! Нет! Товарищ майор! А водички попить! Кипинская! Огонь! Слушай мою команду! Огонь! Ну что, товарищ офицер, встретимся в аду? Товарищ капитан, глядите, прям сюда бегут! Разрешите открыть огонь, товарищ капитан! Нет, отставить! Так уйдут ведь, товарищ капитан! Будем рад живьём без команды не стрелять! Товарищ капитан, ну что? Тихо! Решать не дёргаться! Я! Сюда! Вы что, товарищ капитан? Меня в руку! Отставить! Где Сливко? Убили! Уходим, уходим! А этот? Уходим! Уже год во взводе? Так точно! А до этого был в плену, бежал, воевал в партизанском отряде, отличные отзывы командира. Вместе с отрядом вступил в ряды действующей армии, из-за контузии получил направление во взвод охраны моста. Богатая биография для такого молодого человека. Так уж сложилось. Родственники в городе есть? Нет. А что? Слишком часто без пропуска за территорию бегаешь. Ну, что вы имеете в виду? Я всё оформляю, как положено. Можете узнать. А ты не беспокойся, я и так всё знаю. За месяц три выхода безувольнительные за территорию. Поэтому я и спросил про родственников. Товарищ капитан, просто у меня девушка в городе. Приходится иногда бегать. Вот. Сильно окажут. Адресок девушки подбросишь? Товарищ капитан, невеста. Рискуешь остаться без семьи при такой дисциплине? В самоволке больше не ходить. Есть, не буду. Разрешите идти? Идите. Есть. Что, что произошло? Пистолет заело. Вот, что произошло. Что у нас здесь? Тут такое брюхо, что ни одна пуля не прошибёт. Тем более под сковородкой. Сковородкой? Умно. Значит так, боец. Срочно взять кого-то в помощь, его в грузовик и в управление. Пусть окажут медицинскую помощь. Он мне нужен, живой. Ясно? Да, есть. Ну, а мы что ходим? Что мы ходим? Срочный обыск. Все. Сверху донизу проверить. Бумаги, оружие. Все, что необходимо для расследования. Так. Ага. Сверху донизу. Понасовали тут. Товарищ майор. Что? Есть. Ага. Ого. Да. Вот это мы и искали. Молодец, старшина. Значит так, забирай грузовик и дуй в управление. Есть. Только аккуратно. Что я выгляжу? С меня на сегодня сюрпризов хватит. Ну что, младший лейтенант, вот и справились мы без вашего Галимова. Взрывчатки нет, нет диверсии. Гидра обезглавлена. А ваших гавриков не сегодня, а завтра мы поймаем. Эти гаврики шестерых наших уложили, а сами ушли без потерь. Без потерь? А как же диверсант, которого только что унесли? Агент с явкой, мелочь. Он вам ничего дельного не скажет. Липинская, что же вы со мной играете в сицилианскую защиту? Скажите просто, завидуете нашему отделу. Привыкайте. Не только вы с Галимовым, у нас герои. Привыкайте. Да уж как-нибудь переживу. Так, где Парша? Срочно найдите мне Парша. Срочно. Стрельная, сынец. Стрельная. Ча-то? Ушли. Двоих наших уложили. Есть. Меня вот в руку садили. Жаль ребят. Ну и как? Как рука? Жить буду. Оказать медицинскую помощь капитану. Ну что вы там? По машинам. Это я. Откройте. Что-то случилось? Нет, ничего. Войти можно? Можно. Проходите. Только я не один. Вы лампу уберите, чтоб соседи не видели. Чай. Кто вас так учил гостей-то встречать? Ни те жараптвы, ни те развлечений. Опа! Веселые картинки. Нет картинки. Ты смотри. Да тут бабы какие расфуфыренные. Вот это хорошее. Смотри, это с носом. Самый сок. Любишь баб? Я тоже. Это не бабы. Это моя бабушка. А? Бабушка. Ну ты, пацан, силен заливать, бабушка. Была бы у тебя такая бабушка, сидел бы ты здесь. Я скоро уеду отсюда. Куда ты уедешь отсюда? Куда надо. Что тут у вас? Все в полном ажуре. Ну-ка, выйди. Пожалуйста. Тебя не узнать, так вырос. Простите, но я вас совсем не помню. Ты был тогда совсем маленький. Не понимаю, о чем вы. Я тебе все расскажу, только позже. Обещаю. Подружимся? Вы и Валерий постоянно говорите какими-то загадками. Давай помогу. Агент сообщает, что завтра из управления в Киев повезут секретные документы. Личные дела неблагонадежных из местного населения. Среди них есть бывшие немецкие информаторы. А также Зайцева, собственной персоной. И что нам с ним делать? Наша задача. Уничтожить личные дела. И Зайцева. Взрывчатки у нас нет. К тайнику успеем? Надо постараться. Охраной будет три-четыре человека. Справимся. Мы должны выполнять их задания. Мы делаем то, о чем нас просят. И получаем, что хотим. Только тогда у нас есть шанс. А Юра, как мы объясним немцам его присутствие? Юра к ним не попадает. Вальд, ты погибаешь на задании для немцев. А на самом деле оказываешься в Кракове вместе с Юрой. Я подъеду чуть позже. Вальд обещал после успешного выполнения отпуск и документы. Оформляем опеку над Юрой. Его фамилия открывает нам двери в любое общество. Его деда помнят не только в Европе. А если Вальд обманет? Я не верю. Ни в чудеса, ни в приметы. И если, тоже стараюсь избегать. Мне кажется, что это все происходит не со мной. Как я устала от этой жизни. Помнишь, как в детстве тебя любят и ты бесконечно счастлив? И вдруг ни дома, ни родителей, ни России, ничего. Здравия желаю, товарищ капитан. Вольно. Как служба? Служу, ничего. Что, ты мне скажи, а как девчонку Волчика зовут? Та немал у него ніякої девчины. Уверен? Да. Та він на базар ходил. Ему молоко треба для организма після контузии. То и мені трошки щось приносив. Але я грошей не брал. Ну, пайками немало. Есть и хочется. А в нашем разговоре никому. Добрый, товарищ капитан. Что я враг собей? Марьяна, его нет, он уехал. Будет нескоро. Да что с тобой? Ничего, в порядке все. Так, ну-ка зайди. Зайди. Снимай шинель и выкладывай. Вот вам. Выкладываю. Так. Здесь без ста грамм не разобраться. Да на кой чёрт мне такая любовь? Я же, дура, сердце своё открыла. Подарок дню рождения. Да пропади он пропадом, этот спирт. Ну, что же я буду делать в другой дивизии? Мы же тут два года, все вместе, бок о бок. Как родные. Это же мой дом. Не переживай. Он тут ни при чём. А чего это ты так за него, а? Что же он сам ко мне не пришёл, не сказал, мол, так и так, прости? Что ж ты думаешь, я бы не простила? Ладно. Давай выпьем и не увидимся более. Кто знал про спирт? Ты, Галимов. Вместе пойди и выдули. Кто ещё? Кириллов. Он начальство. Зачем у меня подсиживать? Ну-ка посиди. Ты чего это задумала? Сиди. Куда ты? А вам я не смогу сделать укол. Вы женщина. Зато вы, товарищ военврач, не мужчина. В каком смысле? За что вы переводите Марьяну Ефимову в другую дивизию? В чём она виновата? В том, что она передала спирт для капитана Галимова? Поздравила человека с днём рождения? Вы же сами ей разрешили взять этот спирт. Я иду к комиссару и доложу ему о вашем самоуправстве. И будьте уверены, вам не поздоровится. Погодите, не горячитесь. Да как вам не стыдно? Девочка своими слезами обливает все стены у меня в кабинете, а вы? Присядьте. Присядьте, я вам сейчас всё объясню. Это не я. Это разгин меня заставил. Я не смог отказаться. Побоялся. Сливко без сознания, рана очень серьёзная. А врач что говорит? Как обычно в таких случаях, делаем всё возможное. Обещают к вечеру привести в чувство. Ладно, держи всё под контролем. Очнётся, допросишь. Есть, товарищ майор. Ты-то как сам. Да. Тебе бы денька два в медсанчасти отлежаться. Товарищ майор, поймаем диверсантов. Отлежусь. Молодец. О, обед. Пойдём-ка в столовую. Тем более, тебе распорядок дня соблюдать надо. Товарищ майор, мне нужно с вами поговорить. Извини, милочка, у нас обед. Это срочно. Слушаю. Это личный разговор. Липинская, у нас, кажется, ничего личного с вами не было. Ладно, не обижайся. Через двадцать минут мы будем здесь. Можешь подождать в кабинете у капитана. Ты не против, Паршин? Я не против, товарищ майор. Вот и ладненько. Можешь подождать в кабинете у капитана. Можешь подождать в кабинете у капитана. Можешь подождать в кабинете у капитана. Что ты тут рыскишь, гадя? Что ты тут все вынюхиваешь? Твари, передачи! Пусти! Стой! Надя Руши, ты арестован! Если ты меня убьешь, я расстреляю, дура, а я тебя застал, на месте преступления. И передай Кириллову, чтобы Сливко был готов к допросу. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, И сердце музыку ту бережу нахранит. Дождь долго слезы лит, Прости, что не дожил. Три дня, три ночи, Я до той весны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Так не гони, ты так не картошку, Повезем. Неравян, сейчас хлопочем от начальства. А, да что этому ящику будет? Кумашки. А про этого ухаря в наручниках я и не думаю. И велика потеря. Крутей свою баранку. Опа! Ну надо же! Вот это встреча! Есть Бог на свете! Отбегался ты, падла! Ну что, как твои дела? Вижу, не очень. Не понравился ты коммунистам. Жить хочешь? Ну давай, рассказывай, что они про нас знают. Ну, твой последний шанс, Зайцев. Ненавижу, сука. Ай, дурак ты, Зайцев. И героя из тебя не будет. Все в порядке. Личные дела. Ты чё? А ну дай. Уходи. Держись. 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 Сучья жизнь. Держись. Просыпаемся. Диверсанты, как оказались в твоем доме? Як и все. Через двери. Ты мне тут Ваньку не валяй. Мне тебя расстрелять легче, чем рюмку водки хлопнуть. На рынке, как выходил на связь? На какую связь? Я мед продавал на базаре. Мед. Хорошо. Мед. Вот он твой медок. Твоя настоящая фамилия Сливко. При немцах ты был полицаем. Отец и брат тоже с ними сотрудничали. А когда они отступали, ты остался. Остался как агент с явкой. Говори, говори. На небесах некому будет голову морочить. Я продавал мед. Базар был поганый. Только один офицер приходил. Офицер? Какой офицер? Приметы узнать сможешь? Форма такая, как ваша. Только очи добрейшие. Меня умеют на чашку. На чашку? А то искупаешься за ней, як дуры. Чашка вот такая. Такая чашка. Ага. Так. Значит точно. Паршин. Это местные. На охоту вышли. Как ты? Плохо. Я сама не найду. Давай, Серёж. Оставь меня. Мертвяком притворился, падла. На самом деле не царапинки. Кто такой? Кто вы? Как узнали про машину? Не убивайте, скажу. Все как есть, скажу. Сопли не жуй, говори. Мы в лесу хаваемся. Ну, живем там. Немцы когда пришли, мы за них воевать начали. А когда красные пришли, забрали пол села в лагеря, мы втекли. Оружие раздобыли. На дорогу выходим. Далеко ваше жилье? Семь километров. Лекарства есть? У нас бабагаля травками лечит. Отведешь к своим. Понял? Ага. Отведу. Документы уничтожь там, в машине. Пойдем, вставай. Ну, вставай, пошли. Держись, держись. Пойдем. Это кто? Тетька Надька. Жена Семена. Он у нас главой был. Сходи, проверь. Тихо сиди. Ага. Тихо. Не кричи свои. В доме есть кто. Мужиков нет, ушли все. Уходи, придут, не поздоровятся тебе. Оттуда не возвращаются. Ух ты, какая серьезная. Я таких люблю. Ладно, не бойся, не трону. Веди в дом. За стол сядь. Руки на стол. Надя, это ты? Это моя мать. Галина. Ты что, мужик? Оружие-то положи. В дом с чистой душой входить надо. А там кто? Это моя дочь. Ку-ку. Ку-ку. Иди, иди. Сюрпризы кончились? Ждите. Помилуй, Господи. Собери оружие, отнеси в машину. Есть, старыш лейтенант. Дан приказ, лес солдаты уже прочесывают. Ну да, преступники как раз устроят привал к вашему приходу. Обследуй лучше место происшествия. О, следопыт вернулся. Не прошло и полгода. Здравия желаю, товарищ комиссар. Я вижу, у вас здесь настоящее побоище. Привет, пропащая душа. Майор, доложите обстановку. Ну, а что докладывать? Вот наши, вот арестованный Зайцев, а вот и диверсанты. С чего вы взяли, что это диверсанты? А кто же еще? А у них что, на лбу написано или в документах указано? Да и парашютов что-то не видно. Товарищ комиссар, умейте, пожалуйста, вашего любимчика. Галимов, прекращай представление. Давай по делу. Борода давно не стрижена. Грязь, которой сто лет на руках. А у того вон обручальное кольцо, что-то быстро солдаты о дисциплине забыли. За какие-то два дня так не бывает. Это не диверсанты. Это лесные разбойники. А диверсанты в очередной раз ушли живыми. Разрешите на минуту, товарищ комиссар. Давай сначала поговорим. Что во взводе охраны моста? В мутной речке дна не видно, но есть кое-что. Крот? Да. Глубоко закопался. Гнида. Но ничего, я его все равно достану. Липинская твоя молодец. Права оказалась. Паршин агент. Паршин? В самое сердце колонна сгадина. Его опознал агент Сливко и торговец с рынка. Но Паршин мертв, диверсанты на свободе и у тебя одни загадки. Ну иди, иди, иди. Глаза сломаешь. Лейтенант, грузите их в машину. Здравствуй, Люба. Здравствуй. Рад тебя видеть. Я тоже. А ты у нас молодец. Не напоминай. Рада, что все закончилось. Очень рада. Мать земля, помоги мне. Успокой рану. Отведи смерть. Пусть твоя тверть не берет жизнь. Жизнь дает Бог. Пусть он сам решит, на что тратит жизнь этот человек. Сонька, смочи тряпку. Хорошо, хорошо. Потерпи, милая. Пуле нужно с тебя вытащить. Она тебя ест изнутри. А сейчас, милая, закусишь крепко палку. Будет больно, так ты царапай меня. Не бойся. Черт будет из тебя вместе с пулей выходить. Давай, милая, крепко держи. А ты читай Богородицу. Господи, помоги нам грешным. Давай. Богородица, Дева, радуйся. Благодать на вас. Господь с тобой. Богослови ты, Джона. Богослови от чрева твоего. Есть беда твоя наша. Терпи, терпи, терпи. Все. Все, все. Боженька. Сонька, посиди возле нее. Я пойду к этим нехристям. Господи. Потерпи. Скоро тебе станет лучше. Как она? Жива? Пока, да. Что значит пока? Пока Господь дает. Пулю я вытащила. У нее открытая рана. Нужен врач. В этой глуши только ты, врач, тетка. Заражение крови будет. Ведите врача. Скажите. Мы за ней присмотрим. Не бойтесь. Раненым не мстим. Пулю. Подвела я тебя. Стемнеет, я в город пойду. Ты не ходи, я постараюсь продержаться. От тебя уже ничего не зависит. А я быстро. Соня, ты посмотри за тетей, ладно? Вы убили моего папу. Я не хотел никого убивать, так получилось. Твой папа тоже кого-то убил. Война. Такие правила. Валер, ты иди. Иди. Мы разберемся. Хорошо. Хорошо. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Проверили мы вашего Паршина. Его завербовали в тридцать девятом. Он тогда лейтенанта в Латвии служил. Нашли его девушку-юрму. Она сейчас в одном из наших лагерей отбывает наказание. Ее отец был резидентом вражеской разведки. Так что этот грешок не ваш. Спасибо, конечно. Но мне от этого не легче. Убийство не раскрыто, а диверсанты до сих пор разгулюют на свободе. Да и до крота во взводе охраны никак не можем добраться. Мы провели углубленную экспертизу одежды Паршина. На ней есть следы крови Галецкого. Так что одно убийство можно списать под раскрытие. Спасибо, Георгий Николаевич. Хотя это не наша заслуга, но в основном постараемся не подвести. Стараюсь. Не подвести. Паршин. Агент Абвера с тридцать девятого. Проверили его подноготную. Галецкого он убил. Есть доказательства? В Москве провели экспертизу. На одежде Паршина нашли кровь Галецкого. Да, тут из Москвы пришел ответ на твой запрос по личному делу солдата из взвода охраны моста. Как его? Волчек. Да, Волчек. Саша, придумай что-нибудь. Найди ты мне этого крота. Я постараюсь. Наташу ранили. И нужен доктор. У вас есть кто-нибудь на примете из местных? Из местных? Нет. Все перед оккупацией разъехались. Черт. А здесь у Степанида, напротив, медсестра живет. Только если вы хотите ее сюда привезти, я не разрешаю. Да вы так не волнуйтесь. Вы дом. Только дом покажите мне. Я покажу. Черт. Марианочка, это я, Виктор Валерьянович. Тихо-тихо-тихо. С извинениями, объяснениями. В общем, по личному делу. Руки опустил. Сел. Вещички на стол. Кто тут у нас? Контрразведка. Майор. Майор. Майор Разгин. А каким же ветром тебя сюда занесло, майор, а? Да еще с цветочками. К санитарочке клеишься? Я по служебному вопросу. Ну да, понятно. Используя служебное положение, решила приходовать девушку. Слушай, майор, а что если у нее жених есть, а? У нее никого нет. Уже все разнюхал. Вижу ты человек в хватке, майор. У меня к тебе будет деловое предложение. Я тебя отпускаю. И с этого момента начинается наша дружба. Мне нужны сведения о войсковых соединениях, передвижении воинского состава, результаты оперативно-розыскных мероприятий вашего управления. Договорились? Я офицер и майор НКВД. Майор. Выгодная сделка, майор. Я тебе жизнь. А ты мне просто слова за возможность дышать, смотреть, любить, наконец, майор. Что это, трофейный? Да. Бери. Держи, он же твой. А теперь положи. На стол положи. Майор. Ничего, у меня целее будет. Иди сюда. Помни о нашей дружбе, майор. Не забывай. Он убил Степаниду. Он зверь. Он убийца. Кто? Валерий. Юрочка, я прошу тебя, успокойся. Мы должны обо всем рассказать. Мы не можем. Я прошу тебя, успокойся. На моих глазах только что убили человека. Он забрал Марьяну. Он ее убьет. Это мы сказали, где она живет. Это мы виноваты во всем. Мы должны исправить нашу ошибку. Ну что ты, мальчик мой, ну что ты говоришь? Ну мы же не знали. Я вас умоляю. И я прошу вас, давайте расскажем обо всем правду. Умоляю вас. Не молчите. Чего тебе? Да так. Поболтать. Чего мне с тобой болтать? А чего бы и нет. Ты баба видная, мужика у тебя нет. А бабе без мужика нельзя. Ты ж лучше с козлом, чем с таким, как ты. А куда ты? Да ладно тебе ломаться-то. Ломайся. Пусти, сволочь. Наших мужиков положил замертво. А теперь решил меня силой взять. Пойди, мама, тебе понравится. Мама! Мама! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. А ну, паразит! А ну, пусти ее. Отпусти, а то склопочешь. Дернешься — убью. Давай! Мама! Ты чего выдумал? Пусти! Мужик, ты чего вытворяешь, а? Не твое дело, щено! Мама! Соня, иди сюда. Иди. Помоги мне встать. Идем. Идем, идем, идем. Идем. Следующая твоя, ты меня знаешь. Я? Да ты сама себя не знаешь. Сонечка, эта тетя убила твоего папу. Заткнись, это ложь. Нет, дура. Это не ложь. Это конец. А на краю не врут. Оставь ее гадина. Если тронешь ее, я тебе кипятком оболью. Брысь отсюда! Раздвинь ноги, я сказал. А то сдохнешь. Так и не узнаешь, что такое простое бабское счастье. Пошел! Ты живая? Она сама виновата! Она мне стволом угрожала! Она обуза! От нее надо избавиться! Заткнись, скотина! Я тебя здесь закопаю, если с ней что-нибудь случится! Валера… Держись. Ну держись, Наташка. Все будет хорошо. Я санитарку привел. Слышишь? Все будет хорошо. Ах ты, черт, кровь пошла. Все будет хорошо. Хорошо. Стоять! Куда? Куда? Стоять! Черт! Здравия желаю, товарищ комиссар. Извините за поздний звонок. Все в порядке. Что у тебя? Я просматриваю ответ на запрос из Москвы. Центральный штаб партизанского движения прислал словесные портреты и характеристику на Волчика. Им удалось отыскать командира отряда, в котором Волчик воевал после побега из лагеря. И что там? Волчик отличался спокойным, уравновешенным характером. Немногословен, замкнут. В общении со служивцами держится в тени. Саша, я этого Волчика и в глаза не видел. Хорошо, тогда я нарисую, что видел я. Волчик душа взвода приятный парень. Улыбка – это его второе имя. Что-то сильно изменился, солдатик. К тому же способен легко выйти из любой ситуации. Своей самоволки объяснил тем, что в городе у него имеется невеста. Хотя его товарищ по взводу, Гусинюк, утверждает, что невесты у него нет, и он ходит в город за молоком. Где произошло столкновение с диверсантами? Ты вот что, Саша, возьми его на заметку. Глаз с него не спускай. Мы должны быть уверены, что он крот. Ошибемся с ним, настоящий кротоносок казать не будет. Может быть, прислать тебе кого-нибудь под прикрытие? Нет, не надо. Новому человеку мало времени. Доверие в коллектив войти. Хорошо. Докладывай мне обо всем. Едьте. Мама. 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 Феликс Тополю. Позывные «Снег, снег». Готовы к выполнению основного задания. Сообщите координаты объекта. Повторяю. Готовы к выполнению основного задания. Феликс. Всё? Молодец. Как ты? Плохо. Давай, давай, ложись. Держись. 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 Так, так. 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 Срочно выходите на связь с исполнителем объекта «Мост». Подлежит уничтожению. Вот какой основной объект — «Мост». Наташа! Наташа! Что с тобой? Наташа! Наташа, что с тобой? Галина, кто-нибудь? Помогите! Наташа! Слышь меня, Наташа! Валера… Валера… Это… как конец… Валера… оставь… и… Всё. И уходи… Нет! Нет, 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 нет! Ну, помогите же ей! Людям это уже не под силу. Отдала она Богу душу. Нет! Наташа! Наташа! Ну, подожди! Подожди, не смейте! Не смейте, Наташа! Ну, вспомни, вспомни! Вспомни, как мы с тобой мечтали! Ну, мы же вместе! Вместе, Наташка! Вспомни! Слышишь? Черт! Черт! Из-за тебя! Из-за тебя! Завелий! Завелий, не надо! Я не хотел, слышишь? Я не хотел, ты же знаешь! Пусти, Завелий, я для тебя все сделаю! Ты же знаешь! Ты же сделал уже! Умри! А пацанчик, пацанчик! Савелий, Юра! Ты же без меня его не вывезешь, слышишь? Без меня! А сестричка убежала, она знает, что мы здесь! Уходить надо! Уходите! Я тебе нужен! Пошли пока! Вы... Вы похороните ее? Нет. Не надо. Мертвые должны уходить спокойно. Она сестра моя была. Это последнее желание. Здравия желаю. Вольно садись. Ну, что у вас за страсти? Давайте, выкладывайте. Это Юрий Карецкий, а это его… В детстве няня, а сейчас я сама не знаю. Садись. Юрий стал свидетелем убийства, которое совершил Савельянов. Руководитель группы диверсантов? Расскажи, как это было? Товарищ комиссар, я бы попросила Лидию Петровну рассказать все с самого начала. Ну, сначала так сначала. Дед Юрий Карецкий – городской промышленник. После революции он бежал в Европу, и вместе с ним бежал его управляющий – Лев Коршунов. А два дня назад сын этого Коршунова пришел к нам домой. В форме советского офицера. И предложил нам бежать в Краков. Почему туда? Он сказал, что в Кракове нас будет ждать бабушка Юрия – Маргарита Михайловна Карецкая. Отец Юрия – Александр Анатольевич и мать Ирина Станиславовна, они не захотели ехать за границу, они остались здесь. Спасибо. Александр Анатольевич помогал восстанавливать разрушенные предприятия своего отца, а потом он и сам возглавил текстильный завод. А в 38-м его и Ирину Станиславовну арестовали. Враги народа? Да. Мы не знаем, живы ли они. Как вы думаете, зачем такие хлопоты Савельянову? Дело в том, что Карецкому удалось вывести за границу весь свой капитал. А он очень любил Юрия. Значит, Юрий, ты теперь богатый наследник, а Савельянов хочет на этом деле заработать или… Что или? Или пригреть тебя к рукам и выкачивать деньги деда. Это еще не все. Савельянов захватил Марьяну Ефимову и увел в неизвестном направлении. К тому же он убил хозяйку дома, а нашего майора завербовал как агента. Слишком много, чтобы быть правдой. Зачем ему Ефимова? Она медсестра, а диверсантка Пашкова тяжело ранена. Откуда это известно? Савельянов за врачом в город приходил. Мы сказали, где она живет. А когда он убил Степаниду и Марьяну вел с собой, мы тут же пришли к вам. Майора опознаешь? Мне кажется, я знаю, кто этот майор. Это Разгин. Решила свести счеты или есть доказательства? Примых пока нет, но все ведет к нему. Я хотела вам рассказать о его взаимоотношениях с Марьяной. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Здорово, солдат. Здравия желаю. Курить будешь? Вообще-то на службе не положено. Если угостите. Почему награду не носишь? Спрятал под подушку подвиг? Нет, в тумбочке. А вы откуда знаете? Медаль за отвагу. Тут стыдиться нечего, даже если она одна на весь взвод. Не каждый жизнью рискнет, чтоб товарища с поля боя вынести. Давно служишь? Два года. По ранению признан непригодным строевой. А здесь в самый раз. Уже третий месяц. Да знаю я все. Дело у меня к тебе. Слушай, понаблюдай за сержантом Волчиком. Ну так, без остервенения, но со смыслом. А он что-то натворил? Вот мы с тобой вместе и узнаем. Да ты не переживай. На благо Родины. Держи еще папиросу. Спасибо. Чем смогу. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Здравия желаю, товарищ комиссар. Полуноченко. Не спишь? Никак нет. Есть новости. Силами нашего первого украинского фронта готовится наступление. К линии фронта будут активно стягивать войсковые части и бронетехнику. Каждый мост на вес золота. Кровь из носа обезвредить диверсантов. На это наступление ставка возлагает большие надежды. Вам нельзя ошибиться. Докладывай каждый час. Слушаюсь. Волчи! Ты что здесь делаешь? Ничего. Укрыть вышел. У меня же, это, через час заступаем в караул. Шум услышал, подошел, здесь кирпич упал. Какой кирпич? Смерть наступила от потери крови. Скорее всего, шло долго. Одежда буквально пропитана кровью. Да, вот это было у нее в руке. Разгину, не верьте. Ты была права. Судя по всему, Марьяне удалось сбежать, и диверсанты не знают, что она погибла. А она знала, где они прячутся. Они оставят свое логово и будут искать другое место. И придут к Каланчевой. Савельянову нужна была не столько явка, сколько богатый наследник. Галимову, ты сообщишь или мне позвонить? Сама. Слушай, Савелья, а много у этого пацаненка денег, а? Каких денег? С счета взял? Да ладно, хватит. Я же у него в комнатенке порылся. Ну так, чисто для информации. У него в альбомах одни буржуи и бабы в мехах и брюликах. Только они же старые, на тот свет с собой не унесут. А пацаненок молоденький. Наследник, да? Давай. Прыткий ты. Пошли в дом. Смотри. Это я. А как Юрий? Все в порядке. Проходите. Ага. Что-то случилось? Да нет, мы на минутку. Предупредить. Вечером зайдем, мы в путь. Ну что же вы на пороге? Проходите, Юра ждет. Да ничего, пусть подождет. Нам пора. Стой, стрелять буду. Ты что, оглох? Руки подними. Стоять! Руки вверх! Руки вверх! Ну, вот здесь и был его тайник. Шустрый оказался. Извините, товарищ капитан. Не доглядел. Значит, задание он уже получил. При проверке личного состава сержант Волчек в расположении не обнаружено. Вот и проявился наш крот. Это он Лешу Пантелеева убил. Это невозможно. Волочка все любили. Правда, он с хлеборезом дружил. Ну так они земляки. Вот тут и оно, старлей. Плачет по тебе штрафбат. Пригрел змею на груди. Саша, а как же он думает взорвать мост? Территория оцеплена, все под присмотром. Заранее ставить взрывное устройство бесполезно. Обнаружит. А сейчас слишком рискованно. Вот тут и оно. Мост ему не нужен. Поезд его цель. Товарищ старший лейтенант, поезд можно остановить? Спецэшелон исключено. Вот там, за пригорком, сто двадцать пятый километр. Там все эшелоны притормаживают. Столько аварий было. Только так в него может попасть. Прокатиться не хочешь? С тобой хоть на край света. Только в каше билеты в мягкий вагон куплю. Лейтенант. Проверьте личный состав. Все люди должны находиться в запертых помещениях. Так точно, товарищ капитан. А как быть с охраной моста? Ну, по-хорошему, надо бы всех заменить. Вот и действуйте. Не забудьте про внутреннюю охрану. Слушаюсь. Разрешите идти. Поторапливайтесь. А вы сопровождатель лейтенанта. Это что? Марьяны больше нет. Диверсант. Она была у меня накануне. Я не хотела тебе рассказывать про бабские разговоры, но она любила тебя. Марьяна Ефимова оставила перед смертью записку. Записку? И что в ней? Твое имя, майор. Твое, а не чье-нибудь другое. Я расскажу лучше правду. Правда в одном. Я не виновен. Да, я симпатизировал Ефимовой. Да, может, домогался. Но я любил. Любил? Я б тебя сейчас с удовольствием отпустил. И посмотрел бы, как солдаты за свою Марьяну тебя в клочья порвут. Но не могу. Порядок. Я арестован. Пока отстранен до выяснения всех обстоятельств. Свободен. Порядок. А трепью поверили. Но ничего. Ваши приказы пока еще только в этих стенах слышны. Посмотрим, что скажут в политотделе штаба армии. Мне там доверяют. Ну как, успеем? А у нас просто нет другого выхода. Поезд и снаряды. Если рванет, мост надолго встанет. Сколько осталось? Минут через десять будем. Удачи. Пошел у gravity с надолго встал, яться б nada. Пошел-пошел, Всё было ещё чтобы я узнал. То есть свещёнahr vais乱, то есть свещён Ryan, ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саша! Саша! Не двигаться! Стрелять буду! Не будешь, мама? Оля, не может быть! Мой сын погиб! Я не умер. Я просто был в аду. Во время той бомбёжки я попал под балку. Я сутки лежал без сознания. Меня нашли немцы. И я стал другим человеком. Мальчишка Коля исчез. Растворился. Я не верю тебе. Замолчай, я не верю тебе! Мальчишка Коля! Да, я стал сиротой. Отца и мать мне заменили немцы. И вместо твоей любви они мне дали новую надежду. Они вернули меня к жизни. И я им за это благодарен. Коля, нет. Сынок, я думала, ты погиб. Я тебя долго искала. Проси меня. Я все для тебя сделаю. Что-то ты для меня сделаешь. Пулемёдом намажешь перед расстрелом. Обратного пути нет, мам. Обратной дороги нет. Прощай. Нет! СМЕХ 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 Мама, мама! Зачем? Зачем? Больно. Жалко. СМЕХ СМЕХ Субтитры делал DimaTorzok Здравия желаю, товарищ комиссар. Здравствуй, капитан. Думаю, обрадую. Очнулся ваш Галимов. Сегодня на завтрак даже чашку бульона съел. Ну, давай, веди меня к нему. Хочу первым ему пожать руку. Хорошо. Только, пожалуйста, осторожнее. Он очень слаб. Понял, понял. Не буду напрягать. Здорово, Лежебока. Сиди, 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 сиди. А, постель-то у тебя какая? Прямо царская. А персонал-то какой? А? Ну, как самочувствие? Нормально. Ну, и отлично. Я, между прочим, к тебе не с пустыми руками. Как Люба. Она жива. Поезд. Задание выполнено. Ты только что пришел в себя. Сразу дела. В порядке, Люба. Жива, здорова. Поезд, лёханик. А диверсанта Люба сама положила. Остальным устроили засаду. И перестрелки двое убиты. Радистка умерла. Местные жители сообщили. Диверсанты несколько дней у них прятались. Они её и похоронили. Ты меня совсем запутал. Ты представлен к ордену. Поздравляю. Держи. Ну, крепить пока не на что. Вот так радуйся. Прости. Вы один приехали? Вот чудак-человек. Она мне всю плешь проела. Как Саша, да как Саша. А где она? На улице. Саша. Волчка этот. Сын её. Как сын? Он ведь погиб. При бомбёжке попал в плен, а там уж. Так что ты сам понимаешь. Как немцы узнали о нашем наступлении? Понимаю, куда ты клонишь. Нет у меня ответа на этот вопрос. Но думаю, что там наверху и без нас с тобой разберутся. Давай я тебе помогу. Ничего-ничего. Я сам. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинга старая звучит, И сердце музыку тут бережно хранит. Тот медленный фокстрот, Что танцевали мы За три дня и три ночи до войны. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинга старая звучит, И сердце музыку тут бережно хранит. Дождь долго слезы лил, Прости, что не дожил. Три дня, три ночи, Я до той весны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова